Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Завтрак. Сы». Меня зовут Виктория Якубовская. Я рада вам представить нашу сегодняшнюю гостью. Удивительная девушка, обладательница многочисленных музыкальных премий, композитор. Каждая песня, которая — это целая история, в которой звучит вся гамма человеческих чувств. Певица Нюша. Нюша, привет! Привет! Как настроение? Отлично! Скажи, какое идеальное начало дня для тебя? Идеально, если я встаю, готовлю вкусный-вкусный завтрак, потому что для девушки завтрак — это все, мне кажется. Самые калорийные блюда мы можем кушать именно утром. И когда я что-нибудь своими руками приготовлю вкусненькое, и с этого начинается мой день, это, конечно, идеально. Что ты любишь на завтрак? Я могу сказать, что абсолютно непривередлива к завтракам. Поэтому даже достаточно тяжелые блюда, например, пельмени, могу скушать с утра. Ну, вообще, очень люблю делать драники, экспериментировать, допустим, делать разные рецепты сырников. Занимаешься ли ты спортом? В свободное время я стараюсь заниматься с тренером, менять нагрузки. Вообще, считаю, что очень важно все-таки быть в тонусе. И особенно, учитывая мою профессию, потому что я нахожусь, опять-таки, в таком сложном режиме. Часто ли ты сейчас на гастролях? В общем-то, только вернулась из мини-тура. Сейчас небольшой перерыв, потому что идет большая подготовка к будущему альбому. И также мы начинаем уже работать над большим сольным концертом, который хотим представить уже в ноябре. У тебя выходит новый сингл. Расскажи нам о нем. Многие мои поклонники знают, каждая моя песня — это маленькая история из жизни. Предстоящий сингл, наверное, это песня о том, что я в последнее время наблюдаю. Если девушка хочет быть независимой, это не значит, что она не хочет видеть рядом с собой сильного мужчину, который может позаботиться о ней. Поэтому то, что получилось, мне кажется, в новом сингле — это как раз вот некий посыл именно морской половине о том, что нужно быть во многом чуть-чуть посмотров. Мужчины, задумайтесь. Скажи, ты автор своих песен, ты пишешь как на русском, так и на английском. На каком языке легче получается? Ну, изначально я начала писать песни именно на английском, потому что в тот момент я слушала действительно больше именно англоязычной музыки, зарубежной. В последнее время я стала чаще писать именно на русском языке. Но не потому что это легче, а просто потому что так получается. В общем-то, это происходит непроизвольно. А что тебя вдохновляет? Есть ли у тебя муза? Меня вдохновляет окружающий мир, меня вдохновляют вообще очень разные вещи. Я стараюсь ловить эти моменты, когда это происходит, когда что-то появляется, я моментально записываю, либо сразу напеваю на диктофон, на телефон. И, конечно, поймать эти моменты специально невозможно. Это происходит часто? Ну, это происходит всегда по-разному. Иногда это происходит каждый день, иногда бывает пауза в полтора месяца, в два месяца. И, допустим, я могу писать какие-то мелодии, а текстов нет. Скажи, с чего начиналось твое творчество? Были ли у тебя кумиры в детстве музыкальные? Я была впечатлена, наверное, такими серьезными исполнителями, как Майкл Джексон, как Уитни Хьюстон, Мирия Керри, Стиви Вандер. У тебя шикарные сценические костюмы. Скажи, кто работает над твоим стилем, кто является стилистом и дизайнером? В последнее время очень много работаем с ателье Diverse Shop. И мне очень повезло. Это моя близкая подруга. Является как раз дизайнером. Мы вместе придумываем эскизы. В повседневной жизни какой стиль предпочитаешь? Более casual? В повседневной жизни я человек настроения. Мне сложно планировать за неделю, что я одену. Я прям вот встаю и чувствую, хочется ли сегодня что-то дерзкого или романтичного. У тебя шикарное платье, пудровая оттенка, что очень модно сейчас. Кто дизайнер? Бренд Trevitate. Сейчас очень в тренде именно такие нежные, кружевные, можно даже сказать, комбинации, которые одеваются в сочетании и со свитерами, и отдельно. И вот как сегодня у меня такое вот платье. Изумительно. Скажи, без какой вещи ты не представляешь свой гардероб? Я обожаю туфли-лодочки. Это настолько всегда дополняет любой, в общем-то, образ. Есть ли у тебя любимый цвет? Я очень люблю пастельные оттенки, таракотовые оттенки. Но все равно иногда бывает настроение, когда хочется чего-то очень яркого. Любишь ли ты праздники? И какой твой самый любимый праздник? Для меня праздник – это неважно, какой день. Это когда я решу, что у меня сегодня праздник. Безусловно, на концертах ты получаешь множество цветов. Какие твои любимые цветы? Я обожаю в целом цветы. И когда они абсолютно разных оттенков и по-разному пахнут, в любом случае, это просто нереально поднимает настроение. Любишь ли ты путешествовать? Если есть время, естественно. Безумно люблю. И, в принципе, за счет профессии тоже очень много путешествую. Но, к сожалению, толком вот так, чтобы познакомиться подробно с каждым городом, так и не получилось. Поэтому в некоторых городах уже была даже 5-6 раз и до сих пор не видела главной площади и главных достопримечательностей. Это, конечно, очень обидно. А что касается путешествия по миру, то, безусловно, с каждой новой поездкой я выбираю новое место, где еще не была. И мне очень интересно погружаться в историю той страны, куда я еду, изучать какие-то народные традиции. Хочется почувствовать себя местным жителем. Скажи, какие места ты любишь посещать в Москве? Самые красивые места – это, наверное, бульварное кольцо. Там, где можно погулять по аккуратно, красивому бульвару. Встретить много туристов. Еще периодически там даже происходят какие-то выставки. Поэтому всегда интересно. Твои пожелания нашим телезрителям? Мне хочется пожелать, конечно, отличного настроения, чтобы вы о себе заботились, чтобы вы берегли друг друга, любили друг друга, были счастливы и любимы. Спасибо за очень яркую беседу. Спасибо. У нас в гостях была неповторимая Нюша, а мы с вами увидимся в следующей программе. Меня зовут Виктория Якубовская. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!